Всем привет! С вами программа IT News. Я ее ведущий Ернар Тайжан. Мы начинаем. Компания NASA успешно защитила эскизный проект специального прибора для телескопа. Коронографа Double First, который должен подавлять свет звезд, чтобы проявлялось гораздо более тусклое свечение окружающих планет. Об этом сообщает портал High News. Приборы с такой функцией уже ставили на космические аппараты, но конструкция коронографа будет намного сложнее всех предшественников, сообщается на сайте NASA. Коронограф состоит из множества компонентов, основные из которых два больших зеркала с возможностью изменения формы. Также в устройство будут встроены диски специальной формы для создания дифракции светозвезд. Сейчас проект оценивается в 3,5 миллиарда долларов, при этом его статус до конца не ясен. Администрация президента США Дональда Трампа несколько раз призывала отменить этот проект из-за его цены, однако пока этого так и не произошло. Компания Boston Dynamics выпустила новое видео о своем роботе-гуманоиде Atlas. В опубликованном ролике робот выполняет гимнастические упражнения, делает стойку на руках, совершает кувырки и даже показывает несколько прыжковых поворотов без потери равновесия. Не просто бегает, отрывая ноги от земли. И все это благодаря новым алгоритмам. Во время совершения движения специальный контроллер прогнозирует состояние устройства и его дальнейшее положение относительно других объектов рядом. Возможно, публикация нового видео связана со стартом продаж другого робота-компании RoboSoft Spot Mini, о котором мы рассказывали на прошлой программе. Компания The Boring Company Илна Маска начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop под Лас-Вегасом. Новый тоннель соединит между собой новые и старые здания конференц-зала Лас-Вегаса. В тоннеле пассажиров будут перевозить на беспилотных электрокарах Tesla Model 3 и Tesla Model X. Время в пути будет занимать у пассажиров около одной минуты. Обычно между зданиями центра люди перемещаются за 15 минут. The Boring Company откроет этот тоннель к ноябрю 2020 года перед ежегодной международной выставкой потребительской электроники, которая каждый январь проходит в Лас-Вегасе. Напомним, ранее The Boring Company запустила первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом, очень сильно отличающийся от изначального концепта, который предлагал бизнесмен. Сейчас в тоннелях установлен скоростной ограничитель в 56 км в час, однако в дальнейшем в нем можно будет передвигаться со скоростью до 240 км в час. Ну а к этой минуте у меня все новости. Увидимся завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»